Мы расскажем вам рассказ, как Светлана в первый раз Богу всей душой восвала и в смирении сказала. Господи, тебя прошу, ты на жизнь презри мою, жениха скорее пошли, путь дорогу укажи. Чтобы он меня любил и цветы всегда дарил, чтобы тестья папой называл и зарплату отдавал, чтобы борщ всегда варил, от плиты не отходил и носки свои всегда сам стирал хоть иногда. Буду я его любить и всегда буду ценить, благодарность за такую подарю семью большую. Двое двойнят, трое тройнят, сына, дочку, и на этом поставим точку. И Господь узрел мольбу, отыскал Свете судьбу. Вот в ресторане он сидит и в окошечко глядит. Не поверил он голосам, Господь Свету показал, сердце трепетно забилось и к Светланке прилепилось. Света смотрит на него, сердце бьется у нее. Сережа Свету полюбил, руку и сердце предложил. Пусть их Бог благословит, миром, счастьем наделит. И любовь в ваших сердцах вынесите до конца. Сейчас я приглашаю молодежь для того, чтобы спеть псалом. Молодежь. Вот и что, давай. Это сейчас Валя принесла мне кушать. Пожалуйста. Поставь спасибо. Отправляйся. Я не знаю как. Тетя Вера, потом тетя Маша, потом тетя Лиля. Надо линк. Я за ним еще спеть надо. Пап, можешь их снимать? Пят, ты, которая вытаскивает. Да, я понимаю. Линк надо послать. Ага, я не знаю, какой ты опять. А, нашла. Продолжение следует... 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 Пусть Господь благословит вас навсегда... Поздравляем, поздравляем... Счастья, радости желаем... Пусть Господь благословит вас навсегда... Продолжение следует... 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 О, да, я ж забыл, мне Валя принесла там. Та Валя принесла, я избегал, избегал, она. Мария Ивановна, как ты? А? Много. Я хочу позвать тетя Маша. Мария Ивановна, вас зовут. К микрофону. Тетя Маша, проходите сюда. Продолжайте, продолжайте, это не скоро. Хорошо. Ну, тогда давайте, вы скажете, а потом тетя Маша, тетя Маша, хорошо? Да-да, мы вас ждем, тетя Маша. Я пользуюсь моментом, вот, хочется поздравить Светочку, Сережу. Вы знаете, как в песне, то радость, то горе. И вот, когда было горе, мы были далеко от нашей страны и не могли быть поддержать, вот, в частности, Сережу, вашу семью. И я так в душе своей положил, я обязательно должен быть на свадьбе, Светочка, у вас. Обязательно. И жене я сказал, говорю, мы должны спланировать. И мы давно взяли билеты, чтобы приехать порадоваться с вами вместе. Небо сегодня радуется, мы тоже с вами вместе искренне радуемся. И вот Писание говорит, песня Писней, она говорит, что большие воды не могут потушить любви, и реки не зальют ее. Если бы даже человек отдавал все богатство дома своего, он будет отвергнут. И сегодня я вижу, что вот эта любовь, которая соединила вас, ничего сегодня не сравнимо. И я верю, что она будет сопровождать вас, это чувство, до конца дней жизни. И вы не поддадитесь ни на какие уловки лукавого, чтобы разменяться, как Писание говорит. Поэтому, Сережа, прекрасное имя Света, я хочу, чтобы она светилась вот всю свою жизнь. От тебя это зависит, ты знаешь, дорогой. Вот сделай это так в жизни, да. И тебе будет хорошо, этот свет будет сиять и деткам вашим, и на окружающим. Да благословит вас Господь. Надя, держи. Микрофончик, говори, пожалуйста. Ты можешь сидеть. Я для тебя, Света. Внучка, ты смотри на меня. Внучка, дорогая, в этот день венчальный старенькая бабушка твоя сердцем подыскала слово пожелания, Чтоб на память подарить любя. Я все эти годы за тебя молилась с самого рождения твоего, чтоб ты в жизни сердцу Господу служила и любила искренно Его. Славлю Бога я, тебя он с детства охранял от горя и беды всех везде. И тебе сегодня я дарю наследство, опыт жизни строчками стихий. Первое. Душах мира храма. А сейчас второе. Вы теперь друг в друге видите достоинства одни, только чтобы позже не было испуга. Помните, потом настанут дни, будут проявляться каждого характера, недостатки, знайте, есть у всех. Вы не поступайте между собой бестактно и не совершайте этот грех. Душах мира, чтобы попытаться под себя подстроить и попытаться перевоспитать, нет, друг друге надо честь удостою, все с любовью принимать. Третье. Знайте, дети, что супругам нужно не себе стараться угодить, а в вопросах спорных не скрипя натужно, а с любовью другу уступить. И в четвертых. Важно, если все же будет недопонимание у вас, пусть семья проблемы меж собой рассудит, меж собой без посторонних глаз. Не спешите в ссоре побежать к соседям или же к родителям своим. В искренней молитве, искренней беседе Бог свой мир верит вам обоим. За любым советом к Богу за ответом, это вам, напуствие мое. Помните, родные, счастье здесь на свете можно в Боге лишь найти свое. А когда путь в небо Бог до боли сузит, чтоб семью на прочность испытать, силе, что связало вас надежный узел, сможете хваливно воздать. Это пожелание, внучка дорогая. Ты в своей дороге сохрани. Пусть ведет по жизни вас рука благая. Я ж за вас молиться буду во всех них. А сейчас, дорогие друзья, я попрошу минуточку внимания. Сейчас молодежь покажет вам одну постановку. Такая очень интересная и поучительная. Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Вот это мне нагрузили. Человеку из силы. Сейчас я передам. Это раз-раз по-английски. Дорогие друзья, это постановка, может вы все помните сказку про золотую рыбку. Вот там сидит золотая рыбка. Чтобы ее просто имели в виду. Зачем ее прячете? Потому что золотая. А злата вот она. Иди к вам. Я не видела ее. Субтитры делал DimaTorzok 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 Сейчас скишь? Или нет? Вет, да! Снимай, пошел. Снимай, пошел. Снимай. Ох, там я дикого и снимаю. Спасибо. Вы живете, брат? О, я живете? Я люблю меня. а Расскажу я вам, деточки, сказочку. Не простую, а свадебную. Жили-были старик со старухой у самого синего моря. Жили, значит, нету жили. Ничего не трогали, да и мы мешать им не будем. Потому что сказочки наши не про них, а про добра молодца Ивана, который жил на другом берегу и, как ни странно, тоже никого не трогал. Но приключилась с Иваном беда. Захотел наш Ванюша жениться. И по примеру своего деда с другого берега, решил спросить совета у золотой рыбки. Рыбка! Рыбка! Эй, золотая рыбка! Что надо в нас старче? Это я-то старче? Да я добрый молодец. Меня Иваном зовут, но мне надо жениться. Какую жену хочешь себе? Ну, какую? Красивую, конечно. Хорошо, Ваня, будь по-твоему. Эй, красавица! Как дела? Отлично! Да, сварила борщ, загрузила стиралку, подзаметала полы. Ну, а я? Ты, мужик, ты работай. А мне у меня стрять опасно, личико повянет. А стирать буду, ноготки поломаются. Ничего себе. Эй, золотая рыбка! Что за злая шутка? Какую просил, такую получил. Ах, ну, ладно, дай мне лучшую, работящую. Хорошо, мы подсвоим. Стало так. Появилась в его доме жена хозяйственная, доработящая. Встает с петухами, спит там же курятники. Весь день туда, без заботы. И все девились ею. И птицы накормят, и воды натаскают. Причем из соседнего огорода. А самовар не то, что долго сконочистит. Аж до тылка скольки. А какое городе, просто задведение. Грямки все спаханные, асфальтом погрызли. Вдоль за бодро, с колючей проволокой, Волкодаду стоит. Туда-сюда, туда-сюда. Не жизнь, а малина. Привет, хозяйка, как дела? Садись. Класси, у тебя шуми грязные, а? Ну и не, ничего. Обувь с ними, я только полы помыла. Да я вот только протерт. Не прикасайся. Да я руки мыл. Не ходи туда. Да можете не дышать. Не дыши. Эй, килька консервирована. Что за злая шутка? Что за проблемы? Чего отротивился? Ну, дай мне самую лучшую. Знаю эту пыль. Ну вот беда. Ей нужен самый лучший муж. Проси, ничем не могу помочь. Так выплывала золотая рыбка. И решил на жване попросить у Бога службу. И Бог послал ему жену по сердцу его. И говорят, прожили они жизнь счастливо и мирно. Будто было у них не двоих одно сердце. Рыбку надо забирать. Сейчас для вас дети споют. Там еще один есть. Черные уроки! Что? Полноа! Вы? Вы шутки? Играет музыка. Сегодня ты выходишь замуж, Надев свой свадебный наряд, Отмылутся твои родные. Улыбки словно огоньки горят, Самая красивая невеста, Самый замечательный жених Будет на двоих у вас Одна фамилия, желаю вам любви, Благодаря вам, самая красивая невеста, Самый замечательный жених Будет на двоих у вас Одна фамилия, желаю вам любви, Разбереги вам любви, Устроили твое стране, Слезы радости нас, Разбереги вас, 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 Ксюша! Теперь я хочу попросить, чтобы брат подошел. Он хотел тоже поздравить вас. Я его не вижу. Где тот брат, который хотел бы спеть псалом? Нет, нет, нет. Что свадьбу вел брат? А кто такой? Да, да. 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 Да, Сергей, у тебя справа тот, который волнует тебя. Правда, да? Я сплю псалом. Детства дни навеки пролетели. Пожалуйста. Да. 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 Детства дни навеки пролетели, Юность белой птицей унесла белоснежный ты наряд одела и настал же лампича сколыхнулась белая фото крылья чайки над волною пусть тебе сияет жизнь и брата и святая чистая любовь будь ты нежной ласковой женою и навеки верность сохрани чтоб любовь твоя могла звездою озарять все будущие дни сколыхнулась белая фото словно крылья чайки над волною пусть тебе сияет жизнь и брата и святая чистая любовь вода и святая чистая любовь Будь ты, словно лилия, прекрасна, Ожидай пришествия Христа, Словно солнца луч зовею ясна. Будет пусть ожисть твоя чиста, Всколыхнулась белая фата, Словно крылья чайки над волною. Пусть тебе сияет в жизни доброта, Ты святая чистая любовь. Пусть тебе сияет в жизни доброта, Ты святая чистая любовь. Поздравляем вас. Уже просят у нас подарки, хотят вам подарить. Оксана, что ты делаешь? Одну минуточку, сейчас. Да подожди, одну минуточку, у меня тоже есть подарок, забыла как назвать. Ну что там за подарок? Ну знаешь такое маленькое с колечком, ну в рот ложат. Подскажите мне, а шарик воздушный. Нет, только да дети плачут. А пустышка на лет. Точно пустышка. Точно соска. Как ты такое могла забыть, даже детки малые знают, кричат. А, ты знаешь, в наше время соска это большая редкость. В то редкость, соска и все боятся? Да. Чего боятся, пустышки? Не пустышки они боятся, а детей заводить боятся. Вот вчера хотела найти соску, зашла к одним молодым, к вторым молодым. Они мне знаешь, что сказали? Мы детей заводить не собираемся, потому что нам не нужны лишние заботы, пустая трата времени. Вот и пустышка стала большой редкостью. Музейной редкостью, наверное, да? Музейной, да. Ничего себе, где же ты эту музейную редкость нашла? Музей, что ли? Да. Музей, в каком музее? Бабки ездила. Про бабки. А на нее и нашла. У тебя, наверное, в музее работала. Нет, в каком музее бабка работала, Галя? Музейная редкость, Оксана, ну ты же сама сказала. Бабка внуков своих нянчила. Вот и осталась соска. Да, вот это я понимаю. Такую пустышку и такой музейной редкости нужно обязательно подарить нашим молодым. Ты согласна? Да, я согласна. Ведь это такая реликвия. И пусть пустышка вам напоминает. И пусть пустышка вам напоминает, молодым. И пусть пустышка вам напоминает, что Бог детьми благословляет. Вот вам пустышка. Для девочек и для мальчика. Ему сейчас можно давать, да? Теперь короней, друзья, попросили, чтобы прошла корзина для того, чтобы, хотят, может, кто-то уже отъезжать, чтобы они не унесли что-то с собой, что они хотели вам подарить. Мы сейчас быстренько пустим корзину для того, чтобы молодым слаживали в корзину, кому-то там конверт есть или что-то еще. А кто ж корзину понесет? Надо такой честный человек. Даниил, ты честный человек? Вот и хорошо. Вот там возьми, пожалуйста, у них сзади что-то вроде корзинки. И пройдись, пожалуйста, по рядам. О, понял. Понял, 100% нет проблем. Ой, он тяжелый. Ладно, записывай. Давай. А пока корзина будет ходить по рядам, я хочу, чтобы наши молодые сейчас сыграли одну игру. Не, Сережа, номер не пройдет снимать, все равно будешь участвовать. Да? Да. Я хочу, чтобы вы сейчас вышли. Я сейчас буду задавать вам вопросы, на которые вы должны отвечать честно. Ну, чтобы вы глазками друг к другу не мигали, пожалуйста, становитесь в середину, спина к спине. Свети дадим такой кухонный, кухонный такой, нужное в семье, для того, чтобы толочь, чтобы мягкая была. Может, толочь не надо. Я сейчас буду задавать вопросы. И если это в семье вы делаете или будете делать, то, пожалуйста, вот этот предмет поднимайте вверх. Кто это будет в семье делать? Это нужно давать. Серый не упусти. Не подглядят, давайте, друг к другу. Так, и первый вопрос такой. Кто будет главным в вашей семье? Придется правильно ответить. А кто из вас чаще звонит друг к другу? Кто больше дарит подарков? А кто из вас больше разговорчив? Это не секрет. У кого из вас больше юмора? Кто чаще шутит? Хорошо. А кто из вас будет выносить мусор из дома? А кто будет просить прощения первым? Если пойдут у вас дети, кто будет менять подгузник? А кто будет мыть посуду? Серый, поднимай. Посудомойка. Хорошая сзади посудомойка сидит. А, ты пообещал? Окей. Кто будет заведовать зарплатами? Мы? Прилем. Правильно. Правильно. А кто будет с утра варить кофе? Молодец. Молодец, Сережа. А кто будет по ночам вставать к детям? Молодцы. Молодцы. Я надеюсь, что мы все запомнили, кто что будет из них делать. Даже засняли. Мы через время придем и проверим. Можете садиться на места. Свет, это не очень хорошо зарплатит. Я знаю, потому что Сима будет зарплатить. Я надеюсь, что 20%. Я надеюсь, что 20%. 2. 3. 4. Какого времени нет? Это неприятный оттенок. Спасибо большое. На, это одеду. Спасибо. И карман сюда был полный. Он побежал в гости приехать. Да? Ну, и все. Это я очень рад. Хорошо. Спасибо, одежда. Най, давайте еще раз фотографируем. Спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok